Друзья, мы продолжаем разговаривать на темы, как назвать тему нашу, на какую тему? Мы отвечаем на вопросы, да? Вопросы по отношениям, прежде всего, с детьми и все, что с этим связано, а для людей между собой взрослых. Отлично. У нас второй вопрос про отношения с детьми в семье и так далее. Озвучите, пожалуйста. Второй вопрос, он не про детей, но он очень хорошо к первому стыкуется, хотя это вопрос от другого человека. Если в семье произошел акцион убийства, как и каким образом это влияет на жизнь семьи. Если плохо, то как это изменить? А семья в каком кругу? Насколько широком кругу это что значит? А вот сейчас мы об этом и поговорим. Эта ситуация, на самом деле, более частая, чем нам может показаться и чем даже мне представлялось когда-то. И я много работаю с разными клиентами, которые из таких семей, где это есть. И более того, чуть меньше года назад моя коллега, которую я очень хорошо знал, с которой мы работали, наверное, вместе лет восемь или десять. Мы с ней делали самые мои крупные проекты за это десятилетие. Она вот покончила с собой, имея маленького ребенка, которому было около года. Человек адекватный и у нее не было плохо с головой, то есть она не была психически больным человеком. Поэтому этого много сейчас и эти вопросы, они, конечно, очень важны. Понятно, что если это плохо, это плохо, а здесь вопрос в другом. Человек не сводит счеты с жизнью просто так, от какого-то плохого состояния. Мы сейчас не берем в расчет тяжелые психические заболевания. Понятно, когда у человека бред, он может выскочить в окно, считая, что это дверь. Сейчас лишь не об этом. Сейчас мы говорим про людей, которые, в принципе, были адекватными, нормальными членами семьи и вроде бы казалось, с ними все хорошо. Кто-то был в хорошем настроении, кто-то бывал с депрессиями. Так вот, обычно человек идет вот в эту сторону, идет на этот шаг, когда та тяжесть, которую он несет на себе, она становится больше, чем то, что он может выдержать. И чаще всего это тяжесть не событий его жизни. И вот сейчас мы опять возвращаемся к теме этой семейной истории. Но, наверное, из 30 или 40 этих ситуаций, с которыми мне приходилось иметь дело за последние 10-15 лет работы, я не помню ни одной, которая была бы связана вот с событиями жизни человека. Ну, какая-то трагедия случилась, да. Не дай бог, умер кто-то из близких или там партнер или ребенок. И это ужасно. И жизнь человека становится после этого ужасной. Но такие люди почти не идут на самоубийство, потому что события, которые произошли в нашей собственной жизни, в течение нашей истории, они так или иначе нами как-то перевариваются. У кого хуже, у кого лучше. Кто-то после этих трагедий становится дезадаптивным, то есть не может жить нормально, работать. Кто-то как-то выкарабкивается. Но все равно мы это можем переварить. А вот тяжелые события, которые были не в нашей истории, и очень часто о которых мы не знаем. И те события, которые вот этой вот тяжестью такой системной, родовой на нас лежат и передаются, как вот эта информация, мы их не можем переварить, потому что мы их не знаем. И поэтому они тяжелее. И бывает, человек живет в очень тяжелых депрессиях постоянно, и у него в жизни нету для этого повода. У него вроде бы все складывается хорошо, и нормальные семьи, и родители, а человеку все время плохо, ему все время тяжело. Он или на лекарствах, он или ходит к психотерапевтам, или пьет, или еще что-то. И чаще всего мы здесь сталкиваемся с этой вот тяжестью, идущей от какой-то предыдущей истории. Другая ситуация – это, конечно, алкоголизм и наркотики. Это как вариант такого медленного самоубийства. Это тоже чаще всего идет из какой-то истории до нашего рождения. Мы несем эту тяжесть, и для того, чтобы хоть как-то с ней справиться, для того, чтобы хоть как-то в какие-то моменты смочь жить, нам нужно эту боль внутри глушить. А когда мы не понимаем, что это за боль, с чем она связана, это для нас чаще всего информация неизвестная, то остаются способы химические. Третий вариант – это люди, которые или играют в игры постоянные, азартные, или пускаются в какие-то экстремальные увлечения, развлечения такие на грани жизни и смерти. Это не просто люди, которые в горы лезут или в гонках участвуют, а те люди, которые искушают жизнь. Они говорят, что я на грани, моя жизнь мне не очень ценна. И то же самое касается детей, которые абсолютно с головой уходят в виртуальный мир, в компьютерные игры и так далее. Не просто этому уделяют какое-то время внимание, а которые погружаются настолько, что им оттуда просто не выползти. И очень часто это признак того, что такой ребенок не видит свою жизнь, он несет какую-то тяжесть из прошлых ситуаций, из прошлых поколений. Поэтому, если такая история произошла, если это произошло с кем-то в вашей семейной истории или в наши дни, самое главное, что это не нужно скрывать. Очень часто родственники людей, которые покончили с собой, они рассказывают всем вокруг, что это был несчастный случай. Это проще. Меньше вопросов, меньше каких-то обвинений. И вроде бы такой чистый вариант. Человек поднялся на крышу, он поскользнулся и упал. И все вокруг этому верят. На самом деле это неправда. И это уже приводит к тому, что мы исключаем реальную историю из жизни, мы исключаем реального человека. Когда мама говорит сыну, что твой папа почти Гагарин, а на самом деле папа повесился от того, что не мог выжить в какой-то ситуации, то мама этого ребенка, ну, в принципе, лишает связи с отцом. Потому что реального отца у ребенка нет. Есть некий миф. И вот этот вот первый принцип – по возможности этот факт не скрывать. Да, это так. Вот это произошло, и нужно это признать и этому сказать «да». То есть не обманывать здесь никого. Понятно, что маленьким детям и детям среднего возраста мы не будем говорить, что, знаешь, твой папа, мама или бабушка, они специально покончили с собой. Но детям это нужно нападать так, чтобы когда-то им можно было раскрыть правду. Очень важно раскрыть эту правду, когда ребенок будет достаточно, ну, в возрасте, чтобы эти вещи понять. И если ребенку с людьми говорили, что произошло что-то совершенно противоположное, а потом говорят, ты знаешь, вот, а это было так, то для ребенка это очень большой шок и травма, и это может к нехорошим последствиям приводить. Если детям сообщают об этом в какой-то нейтральной форме, да, вот человек вот умер, да, и ребенок говорит, а почему, а как случилось? Ну, вот так случилось, так бывает, да, вот он оказался в некой ситуации, где такое произошло. То есть не вдаваться в какие-то лживые подробности. И спустя какое-то время это совершенно нормально, это очень правильно, и это очень здорово. здорово в отношении ребенка и его детей, да, потому что эта штука много тянется. Когда мы сообщаем детям, что, знаешь, на самом деле вот этому человеку было настолько тяжело жить, что он просто не смог жить дальше, и он вот принял решение дальше не жить. И на удивление дети эту ситуацию они принимают без какой-то жуткой травмы, потому что все равно они это чувствуют. Это есть. Если это родственник, если это близкий родственник, то ребенок все равно, ну не знаю, на уровне информации поля чувствует что-то не так, что-то вокруг не договаривает. И когда ребенок узнает правду, то у него все стыкуется. Эта стыковка может быть в этот момент болезненна, но она потом хотя бы ребенку возвращает почву под ногами. Он понимает, ага, мир понятен. То есть мои вот эти внутренние ощущения на эту тему, моя тревога, она была не просто так. Ага, значит я могу в этом месте быть спокоен. Я правда в контакте с миром. То есть я хотел тогда уточнить как бы в более широком ключе, вот эта ложь во благо как бы, да, которая нас учили, что это лучше соврать, чтобы это вот, например, допустим там папа у немцев служил и его там партизаны расстреляли, а мы говорим, что он там пал смертью храбрых там на курской дуге. Или допустим не говорят ребенку, что это приемный, что папа не родной папа, а наоборот они родного папу вообще к ребенку не подпускают, а этот как бы то. То есть чтобы ребенок не знал, что папа приемный папа. Это все из той же оперы? Это из той же оперы, это еще даже круче, потому что это касается там родителей, и мы на самом деле ребенку обеспечим очень большие проблемы в жизни, очень большие. Да, сейчас так проще сказать. Сейчас тяжело объяснить, что, знаешь, это один папа, это другой папа, тот папа тебя там, не знаю, бросил или был какой-то не такой, а этот хороший, и сейчас проще нарисовать какую-то сказку. Но вот я могу так сказать, это не мои слова на самом деле, но я их очень придерживаюсь. Для того, чтобы ребенок чувствовал себя на своем месте, чтобы он имел силы жить свою жизнь, чтобы он был в контакте со своей жизнью, чтобы он не уходил ни в какие-то там виртуальные реальности, ни в алкоголизм, ни куда-то, у него есть два основных права. Первое право – это знать правду о своих генетических родителях, что бы там ни произошло. Может, они были наркоманы, там, не знаю, убийцы, их, не знаю, в тюрьме они умерли. Может быть, они попали в автокатастрофу, были прекрасными родителями, еще что-то. Ребенок имеет право знать правду о своих родителях. Я вспоминаю, знаете, эту фразу – не та мать, что родила, а та, что вырастила. И та, и та мать, на самом деле. И та мать, что вырастила, она, несомненно, супер мать, и ей супер поклон. Но если она правда желает счастья своему ребенку, которого она вырастила, то она ему скажет, что, ты знаешь, я твоя вторая мама. Одна мама тебя родила, и это есть тебе жизнь, а я тебя вырастила, и у тебя две мамы. А у кого-то она тебе в этом месте так, условно говоря, повезло, что ли, да? У тебя две мамы. И вот тогда все, что эта мама сделала для ребенка, все, что она в него вложила, это правда будет иметь плоды, и этот ребенок может быть реализованным и счастливым в жизни. Если это остается тайной, а это у многих остается тайной. И даже есть такая статистика, что из 15 человек хотя бы один наверняка не знает правду о своих настоящих генетических родителях. У меня бывает группа 15 человек, 30 я смотрю, а тут один-два живут абсолютно взрослые люди, живут абсолютнейшие иллюзии, что вот это их настоящий папа и мама, а кто-то из них наверняка не его. И тогда где-то у этого ребенка будет в жизни блок, где-то ему чего-то не хватит. Иногда это какое-то состояние здоровья, какие-то симптомы. Иногда это невозможность строить гармоничные отношения во взрослой жизни. Иногда это какой-то потолок, который не перепрыгнуть в карьере, в финансах и так далее. Поэтому я знаю, что иногда очень тяжело сделать, донести правду, особенно если было до этого много неправды. И неправда такой, да, ложь во благо. Никто не хотел зла этому ребенку, все мечтали, чтобы было все хорошо и правильно. Но вот это есть ошибка и ее нужно исправлять, ее хорошо бы исправлять. И отвечая на вопрос, как это влияет на жизнь семьи, самоубийство, я могу так сказать. Если информация об этом открыта и доступна, если все знают, что это произошло и знают об этом правду, каждый на своем уровне, взрослый на уровне взрослого, то есть полную правду, ребенок хотя бы ему не придумывает другие истории до поры до времени, то тогда семья может это событие принять, прожить и двинуться дальше. И оно семью не парализует. Это некая боль, она всегда в этой семье остается. Но люди могут быть дальше, другие покорения, родственники, они могут быть гармоничными, успешными и счастливыми не смотря на это, а смотря на это. То есть только смотря на это, не закрывая глаза, отдавая этому место. Да, это было, мы это знаем, мы это помним, мы это не скрываем. Вот тогда возможно движение вперед и счастье. Если это скрывается, то это как веревка, которая привязывает. Это как часть системы семейной, часть семьи, которая навсегда привязана к прошлому. И двинуться вперед невозможно. Это представьте, что вы заходите в какую-то дверь, бежите, а ваша нога, она привязана там, осталась за дверью. Ну и что, вот у вас уже тело там вошло куда надо, а нога-то у вас в втором дверях застряла, она привязана. И у этой семьи всегда не хватает ресурса куда-то двинуться вперед. Чаще всего я это разбираю с клиентами, когда мы сталкиваемся с разными симптомами, болезнями. Расскажите вашу семейную историю, а вот у нас было это, а про это мы не знаем. Но бывают разные задачки. Ну и у школы я стал говорить про права людей и детей. Второе право ребенка – это знать правду о своем порядковом месте в семье у своих родителей. Порядковое место, порядковый номер – это какой я у мамы с папой. Первый, второй, третий, пятый, десятый. Причем здесь важны не только детки, которые родились и выжили, а здесь важны дети, которые были зачаты. Именно в данном контексте важны все дети, которые даже не родились. То есть аборт, например, уже какое-то место кем-то занятое. То есть ребенок, родившийся после аборта, потом, у него свое место, а у того свое. Да, это может быть аборт, это может быть какое-то прерывание беременности по естественным причинам. Это не имеет значения. Здесь нет морали, что ли. В этом вопросе нет хорошо и плохо. Здесь просто порядковое место. У меня была одна клиентка недавно, за 60-е. Она говорила, что у нее очень сложная жизнь и все не складывается. Она у мамы одна и единственная. А мама уже такая тетенька уже за 90-е была. И когда после общения со мной эта женщина пришла домой и выяснила у мамы, что она не первая и не единственная, а она восьмая, то у нее сначала был шок, а через несколько недель у нее очень много чего в жизни изменилось. Она вышла замуж свои 60 лет, у нее куда-то бизнес пошел, она стала здоровее и так далее. Потому что она все время считала, что у нее не то место в семье. Это имеет значение. И вот в той методике, о которой я говорю, оно все на самом деле объяснено и в этом нет магического. То есть она как бы не совсем свою жизнь проживала. То есть она… Да, да, да. Вот я одной ногой стою в своей жизни, а одной ногой я стою в жизни того, кто вот был. Я уточнить хотел. Вы когда говорили, что… Вы сказали, что вот есть научные методы, которые показывают сегодня, что кроме генетической передачи информации есть еще там некоторые и так далее. Значит, вот я хотел бы так сказать. Вот если бы там с вами пошли бы там куда-нибудь, не знаю, то есть тут психиатрия. Ну, какое-то официальное такое академическое учреждение. И попытались бы с ними на эту тему говорить. Они бы сказали, да, ребята, это все сложнее, чем мы раньше думали. Или они бы сказали, да, ерунда это все. Вот если оно вот там амперметр не показал, значит нету тока там, допустим. Сейчас это немножечко меняется. Лет 20 назад, ну, точно бы сказали, что вы психически больны, раз вы ввелите в какой-то бред. Сейчас уже настолько много этому есть доказательств, настолько много вот этого привнесено в науку, что более молодые специалисты, те, которые учились уже, ну скажем, в 21 веке, они не могут эти вещи не признавать. Ну, это факт, да, что за этим стоит. И есть абсолютно достоверная статистика, что у 80% больных шизофрении, шизофрении такое стандартное психиатрическое заболевание. Так у 80% больных шизофрении в пределах 3-4 поколений предыдущих было внутрисемейное убийство. Вот так. Это факт, это статистика. Ну, вот никуда не денешься. Когда изучают истории болезни этих людей, то, значит, вот 3-4 поколения – это прабабушка и прапрабабушка, да, и прадедушка. Вот там где-то было внутрисемейное убийство. Ну, вот это и есть, это уже известно. Поэтому, ну, какие-то люди из старого поколения психиатров, им, конечно, это сложно принять, это немножечко переворачивает жизнь. Это и мою жизнь когда-то перевернуло, потому что у меня старший сын, у него другой папа генетический, но я его воспитываю и выращиваю практически с рождения, и я очень плотно занимал место его родного папы. Мы это не скрывали, то есть мы не говорили ему, что я его родной папа, но, скажем так, я выполнял функцию его родного отца. Мы не являлись его родным отцом, и у меня были на эту тему серьезные проблемы и в отношении с ним, и вообще по жизни. И я даже ему дал свою фамилию, потому что мне казалось, ну как, если я женился на своей жене, у нее есть ребенок, раз могут быть с ней бородянские, то он должен быть бородянский, а как же иначе, да? У нас потом даже ребенок родился совместный, получается, что же у нас будет один не бородянский. И я, когда его восстановлял, я ему дал, разумеется, свою фамилию, для меня это было абсолютно логично и адекватно. А потом я понял, что здесь есть свои нюансы, и вопрос сейчас не в том, можно ли давать приемному ребенку фамилию или нельзя, вопрос с каким подтекстом это делать. И иногда выправление этого подтекста, оно очень помогает ребенку занять свое правильное место, чувствовать за своей спиной не только приемного папу, а еще и родного, даже если ты его ни разу не видел. И вот это вот движение происходило, и я считаю, что мы в этом месте продвинулись в нашей семье, потому что мой старший сын, которому он сейчас 18 лет, он два месяца назад встретился впервые в жизни собственным родным отцом, которого все 18 лет никогда не видел. И связи не было, и отец не хотел его признавать и знать. Ну вот, такое хорошее движение, и сейчас у сына очень большой прорыв, он был до этого таким и безответственным, и прочим, а сейчас он 18 лет живет настолько взрослой жизнью сам, что я даже удивляюсь. Я все время говорил, вот я в твои 18 лет уже не соответствую за это, за это и за это. А тут такой поворот, и вот он в этом месте очень вырос. Поэтому, когда бы вы не сказали правду своим детям про их родных родителей, про их порядковое место в системе, это всегда очень большой шаг вперед, и для ребенка это и ответственность, и некая сила. Возвращаясь к самоубийствам, про правду я это дело сказал, и последний момент. Как бы это ни показалось трудно и даже невозможно для близких, есть такое понятие, как уважение к судьбе. Чужой или своей? Чужой, ну своей тоже, но в данном случае и чужой. Я говорю про судьбу того, кто покончил с собой. Чаще встречаются два подхода здесь. Иногда обвинения, особенно если это человек, который там, не знаю, семью кормил, еще чего-то, он взял и, значит, себе пулю выпустил. У меня есть такой знакомый, трое детей у него, по-моему, он не смог пережить экономический кризис и свел счеты жизни. И есть обвинения от семьи, от детей, от жены, от всех вокруг, как ты вот бросил, наверное. И второе, наоборот, это некая жалость и чувство вины, что вот как тебя жалко, ты такой несчастный, мы тебе не помогли, чего-то мы не сделали. И ни то, ни то не придает силы тем, кто остался. Оно ослабляет тех, кто остался, ослабляет семью, ослабляет систему и детей, которые есть. Есть другой подход, это называется, что нам это больно, нам это очень тяжело, но мы уважаем твою судьбу. Мы относимся с уважением к твоей судьбе, к твоему решению. Нам, может быть, никогда не понять, почему это было, но это было твое решение, твой выбор и мы его уважаем. Не понимая, не поддерживая, еще чего-то, не-не-не, и при этом мы твой выбор уважаем. И это позволяет данному событию в жизни семьи интегрироваться, стать событием, стать больным событием, но не заблокировать людей, которые остались, не заблокировать их собственное движение по жизни. Мы даем место этому событию с уважением и все. И тогда постепенно, через годы, эта боль стихает, но те, кто остались, они могут продолжать жить своей жизнью. Они не связаны этим, так что это их не парализует. Два вопроса у меня так накопились мысленно, чтобы я не забыл только ничего. Значит, первый вопрос. Я читал статью лет, я не помню, 10-15-8 назад. Было какое-то крупное мошенничество такое в Соединенных Штатах, когда вроде бы почтенные люди и такого натворили, и в общем там в тюрьму попали. Ну, то есть абсолютно немыслимые, безобразные вещи на уровне уже этики, ну всего. И деньги, конечно, большие вовлечены. И я помню статью такую, читал на эту тему. И там человек говорит, вот в 19 веке, допустим, он бы застрелился. Потому что честь и все такое. Сейчас, говорит, он спокойно отправляется на 5 лет в тюрьму. Потом он выйдет у него там сколько-то миллионов. И даже ни у кого в мыслях нет. Ну, то есть вот наше представление о чести, о совести, о порядочности и так далее. Вот возвращаясь, так сказать, в 19 век, допустим, когда люди стрелялись. Я даже помню, вот помните, был во Франции не так давно еще. Был премьер-министр такой с украинской фамилией, это Береговуа, да, Береговуа из русских эмигрантов. Он застрелился, он что-то там такое там произошло, он застрелился. Это люди, у которых тоже в наследственности что-то есть? Или это все-таки какая-то социальная среда как-то влияет, что вот он, может, и не хотел бы надеваться, но как-то вот его вынудили, ну как с этим быть? Или у него такие есть задатки к этому делу? Я считаю, что и то, и то имеет значение, и все равно, все равно есть задатки. Это не определяющее, да, задатки это не обозначает, что человек в жизни поступит так или иначе. Да, есть задатки, как говорят, на алкоголизм, есть генетические задатки на алкоголизм. Это бред, на самом деле. Нет генов, отвечающих за алкоголизм. Это все лоббирование такой науки. Но есть вот эта вот тяжесть окологенетической, и она правда передается от отца к сыну, от сына дальше. Но главное, что с этим кто-то из этих поколений может разобраться, может поставить в этом месте точку, и дальше это не передается. Поэтому когда я работаю с такими вот семьями, с тяжелыми историями, повторяющими, да, из поколения в поколение, то я говорю, что вы не отвечаете за источник этого. Не вы источник, вы оказались в этой цепочке. Но вы можете эту цепочку прервать, и дальше уже это не будет продолжаться у ваших детей, и так далее, и так далее. И, ну вот, это работает. Поэтому в данном случае я считаю, что есть задаток, да, потому что кто-то в этой же ситуации, он, там, не знаю… Не стал бы делать. Да, стал бы делать по-другому. Стал бы делать по-другому. А в данном случае это реализовалось вот в эту вот сторону. И да, это честь, это прочее, это в некоторых культурах было принято, но люди в этих же культурах все равно двигались очень по-разному. Да. Такой вопрос, второй вопрос. Значит, у меня как бы эмигрантская такая проекция. Ну, я думаю, на самом деле, что вот мы наблюдаем за последние, там, четверть века не только сильную такую массовую, там, эмиграцию, да, там, допустим, из бывшего СССР, там, куда, не знаю, США, Канада, Германия, Франция, там, Англия и так далее, Кипр. Но, да, но мы наблюдаем очень существенную миграцию. Правильно? Когда люди из бывших, там, республик, там, СССР, значит, передвигаются, русские, там, из Узбекистана, там, в Россию, может быть, и не только русские, а там еще и узбеки, и кто угодно, кто на работу, кто чего. Я вот с девушкой говорил, она летела с Петропавловска-Камчатского, и я говорю, а кто в самолете с тобой будет? Что за народ? Она говорит, узбеки, полный самолет узбеков. Я говорю, а узбеки-то чего? Говорит, это ГАСТАР будет, там, работа. Да, я про чему рассказываю, что вопрос мой такой. Все-таки миграция, эмиграция, это все-таки большой стресс. Не только потому, что, ну, обстановка меняется, ну, и обстановка, и семейные дела, и ответственность большая. И надо соответствовать, там, тому и сему. Я помню, товарищ, который летел немножко раньше, нас тогда еще через Австрию поезжали. И в Австрии было здание Хиаса, организацией, которая занималась вот этими перевозками еврейских беженцев. И вот он говорит, когда заходит в здание Хиаса в Вене, там висел плакат такой, прям как Кумачевый. И было написано, эмиграция-это не курорт. То есть, люди не понимали, они думали, что это курорт. Но мы знаем, что очень много разводов в эмиграции. Мы знаем, что много такого вот дисконнекта с детьми. Мы знаем, что и наркомания, и самоубийство в том числе. Я не хочу сказать что-то массовое. Я даже не знаю, больше ли этого здесь, чем, например, если бы люди никуда не уезжали. Не знаю. Но мы знаем, что это происходит. Вот реально. У меня студент был, он выбросился из Невоскреба. У него какие-то семейные там отношения были сложные. Сидел тихий парень, два месяца слова не сказал и вдруг раз. Ага. Поэтому, значит, что я хочу сказать. Эмиграция, стресс, да так, стресс в форме эмиграции, эмиграции, смены места, жительства, профессии, вот этих всех дел. Это какой-то серьезный усугубляющий фактор. Или это чисто внешняя такая вещь, которая на глубинные причины мало влияет. И, в общем, если суждено, то суждено. И, в общем, это все мелочь. Очень хороший вопрос. У меня есть на него ответ, но он не будет коротким. Если вы готовы сейчас включиться в чуть более длинную тему, чем мы изначально предполагали. Хотя я предвижу, что я могу вызвать своим ответом даже гнев людей, которые сменили страну для своей жизни. Но все же, да. Я начну немножечко с параллельного примера, чтобы было понятно, какую я здесь провожу параллель. Бывает, приходят ко мне клиенты, у которых разрушенные отношения с родителями. У них что-то не складывается в жизни. И когда мы упираемся вот в их родителей, они говорят, ну вот как я могу моего родителя там любить, уважать. Потому что вот у меня папа, он бил маму. У меня такой клиент был, он с жуткой бронхиальной астмой пришел. У него детей много, трое, по-моему, даже было. Ну, взрослый дядька. И он говорит, что вот отец мой взял себя ужасно, там алкоголил, маму бил и прочее, прочее. Я не могу вообще его принимать, уважать и думать ко нему. Ну вот все, я с ним отношения разорвал. Я говорю, понимаешь, твой симптом, он во многом с этим связан. Что ты вот не имеешь этой поддержки, а он срочно твой генетический папа, и ты своим телом наполовину состоишь из него, и ты от этого никуда не уйдешь. Ну, отруби себе половину тела правую и выкини нафиг, да? Вот. И он говорит, нет, он делал себя ужасно, он ужасный человек. Я говорю, стоп. Вот какой он человек, это сейчас не имеет значения. Тебе не нужно принимать его поступки. Тебе не нужно одобрять его поступки. Ты можешь даже с ним не общаться. Но понимать, что в тебе есть его половина, и к этой части ты относишься с уважением, и ты этой части место даешь – это важно. Он долго говорил эту тему, да, как ему разделить отношения к поступкам, проявлениям, поведениям, и вот эта вот связь с обцом, которая все равно в нем есть. Это была непростая история. В чем я сейчас рассказываю. Я много общаюсь и даже работаю с людьми, которые раньше жили в России, сейчас живут за границей. И я работаю с ними в Израиле, в Европе, в Америке пока не был. Очень часто мы сталкиваемся вот с этой ситуацией, что та связь, которая есть с вот этой вот Родиной, как у нас принято было говорить, да, она у человека такая вот перекореженная. Кто-то, уехав из России или бывшего СНГ, рвет в этом месте все ниточки и связи. И тогда получается, что вот как с этим моим клиентом. Кто-то, наоборот, завязан излишне. И я считаю, что для вот людей, которые пережили в своей жизни иммиграцию, для них очень важно внутри себя установить правильные взаимоотношения со своей первой Родиной, так это назовем. Да, здесь было очень много тяжелого, и поэтому вы оттуда уехали, да, отсюда. Да, в другом месте у вас совершенно другая жизнь, но все равно вы в себе несете, и это навсегда, и это будет касаться ваших детей, вы в себе несете часть вот этой вот энергии. И с ней нужно быть в правильном контакте. А есть для этого специальные некие психологические упражнения, техники. На самом деле на этот правильный контакт можно выйти за, ну не знаю, за две недели. И люди, которые живя в других странах, русскоязычные, наши русские люди, которые там прожили много лет, у них там есть свой бизнес, свои какие-то истории, но у некоторых есть трудности в отношениях с детьми, в отношениях с партнерами, в ощущениях себя просто цельного. Какие-то преграды в бизнесе. Иногда очень хорошо работает, когда они выстраивают внутри себя вот эти правильные отношения с той страной, откуда они ровно дам. Это касается не только эмиграции из Советского Союза и России, это касается любых других людей из других стран, и я тоже с этим сталкивался. Это очень частый запрос в разных странах от служб, которые занимаются эмигрантами, что вот у людей нет правильного отношения с местом, откуда они ровно. И когда я про это рассказываю, то часто я слышу свой адрес такой, да, нападки, что ой, там это было вот так ужасно и прочее, прочее. Мы специально оттуда уехали, чтобы в этом во всем не жить, и здесь так прекрасно. Это как про этого папу. Нам не нужно поощрять папу. Папа был ужасен, папа бил маму, и вообще, может быть, единственное, что папа сделал для этого сына, что он его родил, ну, сначала даже, да, и все. И тем не менее, вот эта связь очень важна. Я думаю, что многие проблемы, о которых вы сейчас говорите, они так или иначе связаны с неправильно этой связью простроенной. Простроенной внутри человека. Это не действие, это не российский флаг висящий, да, где-то у вас на стене, или не ваше гордое, что там моя бабушка из России, или наоборот. Это очень внутреннее правильное место, которое в вашей жизни отведено той стране, где вы родились и какое-то время прожили. Знаете, вы мне напомнили историю. Значит, девушка молодая, ну, женщина лет 30 ей. Красивая, знаете, такая красивая, умничка, стартапер. Она приехала со своим братом из России на конференцию стартаперов. И мы столкнулись с ней на этой конференции. И тут до меня доходит, что у них машины нет, и они вроде тут две недели находятся, но они привязаны к этому месту, где конференция. И я им говорю, знаете что, у меня времени свободного побольше было несколько лет назад. Я говорю, ну, поехали, я вас свожу куда-то, наверное, к океану, что ли. Ну, уже поедут рядом все. И мы поехали, значит, красивый берег. Знаете, там стоит отель Ридс Карлтон, там за спиной у нас такой. Вот. И там такое место эксклюзивное. И там океан, высокий берег. И ветер такой, вообще-то потрясающе такой. И она, значит, красивая девчонка, ну, просто слов нет, высокая такая, с меня рост. И так она к берегу подпрыгивает, и так руки так вперед выкидывает и кричит, Россия вперед! И у меня оборвалось все внутри. Я думаю, надо же я, что ж я, рефлекторно, я не то, что я соображал, но как-то у меня так, как-то внутри. И она увидела это, и она поняла, что что-то она может не то. Я не знаю, ну, как-то вот так, конфьюз такой вышел, да. Да, я могу сказать, что вот эта вот задача по выстраиванию правильного отношения со своей первой родиной, она сложная на самом деле. Да, она за две недели может быть решена при некой работе, но она, изначально, сложная даже для понимания. А зачем это, да, зачем? Ну, все, мы уехали. Да, это не язык, на котором мы говорили, но вот это непросто человеку понять, что этому нужно вообще уделять внимание. И очень непросто найти правильное место в своей душе для этого. Оно для разных людей разное, и поэтому это не общее. То есть я не могу сейчас вам дать рекомендацию, которая будет для всех. Но вот поработав с этим, вы почувствуете, насколько вы даже больше можете встроиться в ту жизнь, в которой вы живете сейчас. Потому что, когда мы выстраиваем правильные связи с нашими генетическими родителями, с местом, где мы родились, там, еще с чем-то, то мы становимся более свободны даже в нашей сегодняшней текущей жизни. Вот есть такой интересный парадокс. Правильная связь, это не значит большая связь. Иногда это меньшая связь, но правильная. Вот я хотел уточнить, ребенок, который не говорит по-русски, да, вот он живет в Америке, не говорит по-русски. Ну, родители говорят, но он не говорит. Он даже, может быть, понимает. То есть они многие, так вот ты ему говоришь, он понимает, но отвечает все равно по-английски, так вот как-то с детства туда-сюда. Но он родился там, может быть, его в год привезли, может быть, его два года привезли. Вот у него как, тоже вот это вот, или он уже фактически оторванный, ему это не нужно все? Ну, ему это нужно в меньшей степени, но ему все же это нужно, потому что он все родился там. Я сейчас не буду влезать в физику этого процесса, но он родился там, и даже там, кто у нас из известных-то имеет корни русско-украинские? Это Леонардо Ди Каприо, там еще, да, этот самый, Селестер Сталлоне. Они же все иногда говорят, что у меня там вот где-то бабушка была, у меня кто-то вот этого был. То есть они это вставляют по чуть-чуть, ну, в очень правильном месте. У них все хорошо выстроено, они успешны. Вот, для примера, посмотрите за людьми, которые имеют какие-то такие корни, как они вот эту тему, ну, хотя бы выставляют наружу. Немного, не скрывая это и не превознося, это просто не кивка, в факте есть такая связь. Поэтому для ребенка, которому был год, да, это имеет меньшее значение, конечно, чем для людей взрослых, потому что он в основном уже дышал американским воздухом и ел американскую еду. Но для тех, кто в России и в Сан-Гребе пробыл большее время, это имеет очень большое значение. Те, кто ел сгущенку, ливерную колбасу и мечтал об икре, надо на Новый год. Потому что, я бы даже так сказал, тот, кто отрицает своих родителей, которые вели себя как-то, тот с этими родителями еще больше связан, ну, не той связью, которая человеку помогает. Тот, кто эту связь простроил правильно со своими родителями, которые или живы, или уже давно умерли, простроил правильно эту связь у себя в голове, в душе, а тот становится более свободным. Так же и здесь. Хорошо. Мы, я считаю, вопросов самоубийств и вокруг там, чего попало в кадр, значит, я думаю, мы бы так уделили внимание. Поэтому мы тогда... Вопросы по полчаса, я смотрю. Тогда мы поблагодарим тех, кто нас слушал и отправимся на следующий вопрос. Давайте.